В 1995-1997 годах Гвинет Пелтроу встречалась с Брэдом Питтом, но когда он предложил пожениться, пошла на попятную. После расставания с ним Гвинет начала отношения с Беном Аффлеком. Он претендовал на главную роль во влюбленном Шекспире, но ее отдали Джозефу Фаинсу, а Пелтроу уговорила любимого согласиться на роль второго плана. Съемки шли, актриса отказалась от дублерши в эротических сценах. Целовалась с Фаинсом тоже по-настоящему. Этот поцелуй даже получил награду MTV. А потом Аффлек засек ее с экранным партнером, когда они целовались уже вне экрана. Этого он ей не простил, а Гвинет в отместку сказала, что была слишком хороша для него. Гвинет Пелтроу известна в Голливуде своей любовью к непрошенным советам. Особенно хорошо актриса разбирается в медицине. Например, она призналась, что часто делает себе клизмы, мол, из-за стресса у многих начинаются запоры, а гидроколонотерапия работает как метод детекса. В другом случае предложила лечить грипп в инфракрасной сауне, которая лечит все болезни. Пелтроу написала несколько книг о правильном питании, которые подверглись критике даже со стороны коллег. Шутка ли, в день на семью при составлении рациона по ее книгам может уходить до 300 долларов, почти 20 тысяч рублей. Прим Рэд. И это при условии, что для омлета будут покупаться только гусиные яйца, вместо обычной муки, миндальное, а воду нужно будет заменить кокосовым молоком. К тому же актриса запрещает есть продукты с глютеном, большинство видов мяса и молочной продукции. Эти советы Пелтроу раздает на основе личных убеждений, раз у сына Мойзи непереносимость глютена, пусть и все остальные его не едят. В общем, актриса не слушает никто, кроме разве что собственных детей до нового мужа, продюсера Бреда Фолчака. Кстати, они живут вместе всего 4 дня в неделю, ради сохранения мира в семье. Раньше у Гвинет Пелтроу было много друзей среди звезд, но со временем их ряды поредели. Например, до Бейонсе дошли слухи, что у Гвинет был роман с ее мужем-рэпером Джей Зет. Муж, разумеется, открестился, а вот Пелтроу не сказала ничего. Анджелина Джоли позволила себе раскритиковать рацион детей Гвинет, на что получила гневную отповедь актрисы. С моделью Кейт Мосс она дружила не один год, и однажды их обеих позвал на вечеринку знакомый миллиардер Филипп Грин. У Кейт была травма руки, и увидев пробегающую мимо фанатку здорового образа жизни Гвинет, она не удержалась от комментария. Пелтроу ответила, слово за слово, и вот звезды уже несколько лет не общаются. Со Скарлетт Йоханссон скандальная актриса поссорилась на съемочной площадке второго фильма о Железном Человеке. По словам Пелтроу, Скарлетт вела себя вызывающе и после нескольких замечаний бросилась на нее с кулаками. В 2016 году Гвинет Пелтроу каталась на лыжах на курорте Парк-Сити, штат Юта. Там она сбила на трассе 72-летнего офтальмолога Терри Сандерса, затем встала на лыжи и как ни в чем не бывало поехала дальше в сопровождении инструктора. Лыжник сломал четыре ребра и получил травму головы. Разозлившись, что ему не оказали помощь, Сандерс в январе 2019 года подал на звезду в суд с намерением отсудить 3,1 миллиона долларов. Итог разбирательства пока неизвестен. На своем портале губ актриса продает лифчики без чашечек и белье для БДСМ из кожи телесного цвета. Но и к своим нарядам порой подходит с неожиданной стороны. Так, на церемонии вручения Оскара в 2002 году Пелтроу появилась в полупрозрачном платье без лифчика. На презентации новой коллекции Лапи Орла в 2017 году она выступила в черном костюме с жакетом, надетым на голое тело, и опять без белья. А 22 сентября на церемонии вручения Эмми Гвинет Пелтроу удивила всех странной семенящей походкой. Оказалось, виной тому, винтажное платье Валентиноу 1963 года без разреза сзади. Этот эпизод характеризует Гвинет положительно, хоть какая-то польза от необузданного нрава. В 1996 году, когда она снималась в фильме «Эмма», всемогущий продюсер Харви Вайнштейн пригласил ее в номер. В процессе разговора ассистентка Вайнштейна ушла, а тот предложил Гвинет продолжить разговор в спальне за массажем. Прекрасно осознавая последствия любого своего решения, Пелтроу убежала из номера и пожаловалась тогдашнему бойфренду Бреду Питу. В то время он еще не был суперзвездой, но и оставлять все как есть не стал. Подкараулил Вайнштейна перед очередной встречей и настоял, чтобы актрису оставили в покое. Харви, что удивительно, гнял напор у актера и даже не стал мешать обоим в продвижении по лестнице славы. Правда, вскрылось это лишь в прошлом году на волне масштабного скандала с домогательствами. Но лучше поздно, чем никогда. Фото, гэта, имиджес, инстаграм.